МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. Обошлось без жертв. Дом номер 9 по улице Петрова дал трещину. Готов к труду и обороне. Назначен единый день сдачи нормативов ГТО. 9 октября. Дотянуться до звезды. Чувашские стихи Айги теперь и на шведском, английском и норвежском. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшная авария произошла в воскресенье вечером на трассе А-151. В Цивильском районе столкнулись две отечественные легковушки. Пять человек погибли. Этот участок трассы между Цивильском и Канашом считается одним из самых опасных. По одной полосе в каждую сторону. По предварительным данным, 14-я Лада, совершая обгон, выехала на встречную полосу движения. Водитель 95-го года рождения, только в феврале получивший права, не смог оценить ситуацию и столкнулся с Ладой Гранта, двигавшейся в противоположном направлении. Ее водитель вез еще троих пассажиров. В живых из них остался только мужчина 83-го года рождения. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. А в 14-й погибли два пассажира – друзья водителя, которые находятся в реанимации. По данным ГИБДД, водитель Лады Гранта занимался частным извозом, и погибшие и пострадавшие пассажиры не были родственниками. 12 сентября в 19.56 в службу спасения поступил сигнал от жильцов дома номер 9 по улице Петрова в Чебоксарах. Сообщили о том, что в стенах квартир первого подъезда появились трещины. На момент возникновения аварии в доме находились 153 человека. Обошлось без жертв. Наша съемочная группа следила за развитием событий. Сначала я просто стояла. Потом я слышала какой-то звук, как будто камушки падают. В конце, когда мы уже поняли, что дом рушится, у нас полстены отвалилась. Схватив ключи, телефон и кошку, Таня выбежала на улицу. Здесь уже собрались все соседи. Спецслужбы сработали оперативно. Всех жильцов удалось эвакуировать. Никто не пострадал. По последней информации, 113 человек находятся в пунктах временного проживания. Им обеспечены все необходимые условия, в том числе горячее питание. Остальные расположились у родственников. Как же получилось, что один из обычных вечеров для жителей дома номер 9 чуть не превратился в кошмар? Причину аварии на совещании правительства республики назвал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской республики Олег Марков. Санитарные узлы в комнатах также были выполнены без гидроизоляции полов и стен. В результате происходило замачивание конструкции полов и стен, а также плит перекрытия. Также нужно отметить, что слабо работала вентиляционная система вентоканала, которая тоже непосредственно влияла на микроклимат в комнатах и создавала дополнительную влажность. Жильцы делали перепланировку помещений, превращая санузлы в душевые кабины, которые не соответствовали нормам. Возможно, от этого вымокли не только стены, но и фундамент. По предварительному заключению экспертной комиссии, первый подъезд жилого дома восстановлению не подлежит. Его будут разбирать. Второй подъезд находится под угрозой, если обрушится первый. Третий не вызывает беспокойства. Пока судьба дома решается, жильцы обеспокоены тем, где они будут зимовать. 180 миллионов – это цифра, если всех расселить в новые квартиры по действующим нормативам. Если же мы будем восстанавливать, по нашей оценке, этот дом, то на первый подъезд площадью ориентировочных тысяч квадратных метров уйдет около 35 миллионов рублей. На восстановление второго и третьего подъезда не менее 20. На второориентировочную стоимость, если восстанавливать этот дом, где-то 55-60 миллионов рублей. Спасибо. Я хочу уточнить, когда одну треть части дома будем начинать разбирать. Потому что там определенные угрозы представляют, и жители соседних двух домов все равно переживают, как спать там, а вдруг обрушиться ночью или еще что-то там. Психологически все равно страхи есть в данном случае. Я думаю, что на этой неделе мы к разборке приступим. Городская администрация сейчас определяет организацию, которая будет вести строительные работы. Предполагается, что разбор части дома начнется 17 сентября. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев. Республика. На совещании у главы Чувашии обсудили и другие актуальные вопросы. Какие результаты демонстрирует экономика Чувашии? Насколько муниципалитеты готовы к отопительному сезону? Подробнее в нашем сюжете. Итоги социально-экономического развития за 8 месяцев выглядят неплохо. Все основные показатели выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Промышленность на 5 с лишним процентов, сельское хозяйство на 10, вот жилья на 8. Объемные инвестиции в основной капитал больше прошлогоднего на 17%. Улучшение делового климата также является важнейшим фактором развития субъектов малого и среднего предпринимательства. И в Чувашской республике сегодня оценивается порядка 15-4 тысяч малых средних предприятий. Это на почти 5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Причем объем оборотов, по всем показателям, у нас также здесь существенный рост. И вот оборот практически на 14%. Налоги у платежей у нас увеличиваются. Что касается потребительских цен на товары и услуги, их рост на уровне среднероссийского. Больше того, летом зафиксирована дефляция на продукты. И в результате их стоимость одна из самых низких в стране. Дешевле только в Кабарде, на Балкарии и на Чукотке. Готовность к началу утопительного сезона, по сведениям Минстроя, практически во всех муниципалитетах выше 95%. В плановом режиме завершены практически из 26 муниципальных образований в 12 муниципальных образованиях. На слайде тоже мы все видим близких к завершению подготовительных работ еще 7 муниципальных образований. И необходимо усилить работу это в трех муниципальных образованиях. Это в Урнарском районе, также в городе Алатарь и в городе Новочебоксарский. Город Шумара 98,6. Кто вам такие цифры дает? Муниципалитет отчитывается, в принципе, когда идет речь. Ну я там был, какие голые там трассы, какие врезки самовольные, муктеплоэнерго, большие долги и так далее. Ну что эти цифры, они приукрашены? Огромные долги сейчас образовались. Долги за потребленные ресурсы не только в Шумерле, но и в остальных муниципалитетах перед подсовщиками по-прежнему высоки. Хотя за лето удалось сократить суммы на 30%. Тем не менее, общий долг превышает 2 миллиарда рублей. Михаил Игнатьев поручил всем главам муниципалитетов принять меры по своевременному вхождению в отопительный сезон. Руководителям ведомств, курирующим районы и города Чувашия, строго проследить за подготовкой к подаче тепла. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев работает в Москве. В программе поездки несколько встреч с руководителями федеральных ведомств. Подробнее об этом завтра в информационном выпуске «Республика». Меньше месяца осталось до открытия международного форума «Россия – спортивная держава». В столице республики вовсю идет подготовка к спортивному событию. На очередном заседании Оргкомитета во главе с Иваном Моториным обсудили организационные вопросы, касающиеся мероприятия. Открытие спортивного форума назначено на 9 октября. Этот же день будет единым днем сдачи нормативов ГТО. Переквалифицироваться в легкоатлетов, гимнастов и пловцов на один день сможет любой желающий. Основной площадкой для проведения этого мероприятия определен стадион «Спартак». В настоящее время активно силами администрации города Чебоксара ведется работа по капитальному ремонту этого спортсооружения. Кроме этого будут дублирующие площадки, стадион «Энергия» и Красная площадь, где тоже все желающие из числа населения и участников форума могут протестироваться. Ожидаемое количество участников тестирования – 5000 человек. Также планируется привлечь около 300 судей и волонтеров. В программе еще несколько мероприятий. Мы планируем провести соревнования среди предприятий города. На прошлой неделе мы уже собирали около 15 руководителей крупных городских предприятий и предложили им провести также соревнования по сдаче ГТО. В целом тема одобрена. Стоит отметить, что вопрос внедрения в нашей стране норм ГТО станет одним из ключевых в работе форума. Уже запланирована специальная дискуссионная сессия, на которой представители органов власти и общественных организаций обменяются опытом тестирования физической подготовленности населения в разных регионах России. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах впервые состоятся городские соревнования групп поддержки. В Америке этот спорт называют чирлидингом. И там, за рубежом, стать членом команды не так-то просто. Нужно быть сильным, красивым и в отличной физической форме. Поскольку в Чувашии планируется одно за другим несколько крупных спортивных событий, профессиональные группы поддержки появятся и у нас. Время, танцы, не теряйте! Вместе с нами засыпайте! Сход и танцы – это красиво! Будет видеться красиво! Участниками соревнований могут стать женские команды общеобразовательных школ в разных возрастных группах – 4-5 классы и 10-11 классы. До 27 сентября состоятся внутришкольные этапы. Затем сборные пройдут в районный этап. В школе номер 19 первая ступень пройдена. Две команды уже неделю разучивают конкурсную программу. Я думаю, прежде всего это конкурс болельщиков или конкурс болельщиц. И девочки подошли к этому творчески именно болея за свои команды, болея за мальчиков в первенстве по футболу, болея за девочек в пионербол и болея в легкой атлетике. И просто появилась вот такая сборная команда, команда болельщиц. И здесь прежде всего у девочек сейчас идет дух соревнований, но я считаю, в то же время это и спорт, это физкультура, это, конечно, здоровый образ жизни. Чирлидинг – это не просто танцы, это сложный жанр, который сочетает в себе гимнастику, акробатику и элементы шоу. Но девушек из команды школы номер 19 не пугают ни шпагаты, ни высокие поддержки. Главное, конечно, с удовольствием танцевать, душой всегда улыбаться, оптимистичным быть и дарить тепло зрителям и любовь. Финальные соревнования первенства пройдут среди пяти сильнейших команд города в день открытия международного форума «Россия – спортивная держава» 9 октября на стадионе «Энергия». Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. В рамках подготовки к международному форуму жители Чувашия активно приобщаются к спорту. В последнюю неделю лета легкоатлетические соревнования прошли во всех городах и районах республики. А в эту субботу победители местных соревнований встретились на Чебоксарском стадионе «Энергия», чтобы принять участие в финальном этапе эстафеты газеты «Советская Чувашия». По уже сложившейся традиции наша съемочная группа побывала на забеге и приняла в нем непосредственное участие. Это тот самый случай, когда сотрудники газет, радиостанций и телеканалов сами становятся героями статей и репортажей. Каково это бороться за честь своей команды, лучше всех знают те, кто выходит на старт. Фестиваль спорта «Пресса» в этот раз собрал более 3000 любителей спорта. Журналисты 21 региона подтверждают на личном примере, что в Чувашии количество приверженцев здорового образа жизни увеличивается из года в год. Мы готовились к забегу с позитивом, с радостью, чтобы всегда быть первыми. Наш строительный техникум лучше всех. Я надеюсь, у нас все выигрывают. А всем сильнейшим я желаю удачи. Участниками этой эстафеты действительно становятся сильнейшие. Тем, кто приехал в Чебоксары из районов республики, приходится бороться еще и за путевки в финал. Задача каждого спортсмена – преодолеть быстрее соперника в 100-метровую дистанцию и передать эстафетную палочку. Уже на финише Сутиль подсчитывает общее количество времени всей команды. Победителями одного из этапов стали журналисты газеты «Красное пламя» из Урмарского района. Вместе с ними на пьедестал подсчета поднялась и сборная национальной телерадиокомпании Чувашии. Честь команды отстаивали те, кто обычно остается за кадром. К примеру, оператор Евгений Анисимов вышел на беговую дорожку прямо из-за камеры. Уже на старте режиссеру Ани Луценко удалось оторваться от своих соперниц. А инженер Сергей Андреев пришел к финишу первым. Они могли бы завоевать золотые медали, но выступили лидером на несколько секунд. Третье место – тоже неплохой результат, говорят журналисты. 100 метров, кажется, пробежало мало, а вибрация в мышцах ощущается. Кажется, 100 метров всего вообще. Но мы молодцы, и потому что команда. За награданные эстафеты газеты «Советская Чувашия» боролись не только с журналистом. На старт выходили школьники, ветераны и семейные сборные. Супруги Пучковы – постоянные участники спортивного форума. На этот раз они завоевали золото. Я и жена занимаемся спортом, а дочка с нами иногда выходит в тренировки. Тоже немного занимается, а так специально не готовились. Показали пример всем участникам и почетные гости. Министры, депутаты и глава республики преодолели самую большую дистанцию – 800 метров. У нас, как вы знаете, правительство занимается в неделю два или три раза. И министры, и руководители органов власти, и государственные гражданские службы, и на уровне муниципалитета проводятся такие спортивные мероприятия. Чтобы чиновникам, которые работают на государственной или муниципальной службе, были всегда в форме. Награда разыграна и стафета завершена. Рекорды ее участники обещают побить на следующем, в 77-м подсчете фестивале спорта. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Спортивный азарт, радость побед и горечь поражений. Все эти эмоции пережили те, кто в прошедшие выходные оказался в специализированной школе Олимпийского резерва Новочебоксарска. Именно там прошла традиционная окружная спартакиада «Спортивный олимп Приволжья», который является частью большого проекта «Вернуть детство». Около 300 воспитанников детских домов и школ-интернатов из 14 регионов Приволжского федерального округа сражались за звания самых сильных, самых быстрых и самых ловких. Подростки от 13 до 18 лет оспаривали победы в состязаниях по мини-футболу, стритбаскету, волейболу, дартсу, шашкам, настольному теннису, плаванию, а также пробовали свои силы в легкоатлетической эстафете. Я занимаюсь уже шестой год в шашке. Я начала играть, когда мой дедушка, он был тренером по шахматам. Он меня учил играть, потом сказал, что когда я вырасту, я буду ездить на соревнования. Я уже участвовала. Три года подряд ездила в Саратове по шашкам, и все три года брала первые места. Итоги подведены. Покорителям «Спортивного олимпа» в общекомандном зачете стали лидеры прошлогодних игр – команда Республики Мордовия. Помимо кубка и диплома победителям вручили ценные подарки – планшеты. Но все же главной задачей спартакиады было далеко не материальное обогащение участников. Оказать максимальное внимание детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сплотить их, развить лучшие качества коллективизм, поддержка друг друга, заколить характер в спортивных мероприятиях. Самое главное, чтобы у детей было хорошее впечатление от пребывания здесь, у нас, в Чувашской республике. Чтобы они зарядились хорошими впечатлениями на целый год. Кстати, юные спортсмены наглядно подтвердили поговорку – талантливый человек талантлив во всем. Ребята проявляли себя не только на спортивных площадках, но и на сцене. Как оказалось, они не менее талантливо поют и танцуют. Юлия Важенина, Республика. «Не одним спортом полна земля Чувашская». Стихи Геннадия Айги на английском, шведском и норвежском языках. В Чебоксарах в Литературном музее прошла презентация переводов Чувашских стихов великого поэта Улта Сава «Шесть стихов». Наша съемочная группа слушала, как звучит Айги на разных языках. В этой книге все шесть стихов Айги на Чувашском, шведском и норвежском, шведском и норвежском. Работа переводчиками проделана колоссальная. Швед Микаэль Нюдаль год назад провел в Чувашии три недели. Все это время он посвятил изучению стихов Айги, а помогала ему сестра великого поэта Ева Николаевна. Именно она сделала подстрочный перевод стихов с Чувашского на русский, а позже Микаэль перевел их уже на шведский. И передал накопленный материал Питеру Францу, члену Британской академии и Королевского общества Эдинбурга, лауреату премии Василия Миты и просто близкому другу Геннадия Айги. Так стихи появились и на английском языке. Гораздо Михаэля было, я не сказал бы, легче, но он все-таки имел преимущество надо мной, что он долго работал с Евой Николаевной над этим материалом, а я просто переводил немножко, ну, слепых, если можно так сказать. Так что я уверен, что я мог быть лучше, но я делал то, что мог. Доставила совместную работу с Микаэль, огромную просто радость. Это было настолько кропотливейшая работа, кропотливейшая. И всегда это настолько генийные стихи, настолько богато. Хотя Айги писал стихи на чувашском и русском, себя он считал чувашским поэтом, пишущим на двух языках, вспоминает Ева Листина. Еще 30 его стихов на чувашском языке готовы к переводу и ждут своей очереди. Ранее, в 1991 году, Питер Франц перевел с русского на английский и издал антологию чувашской поэзии, составленную Айги. На шведский язык ее перевела Анника Бэкстрем. В общем, русские стихи Айги переведены на 56 языков мира. Есть универсальный язык поэзии. Он одинаков для всех языков. Там есть какие-то точки, какие-то правила определенные, аксиомы, скажем так. Они на любом языке одинаковы. Если такой поэт к этому приближается, хотя бы там азы этого мирового языка поэзии постигает, ну, это Хлебников называл звездный язык, тогда все, он понятен на любом языке. Айги такого уровня он достиг. Сборник перевода стихов Айги стал своеобразным подарком к 80-летнему юбилею великого поэта. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Интервью с близким другом Геннадия Айги и Питером Францем смотрите сразу после выпуска информационной программы Республика. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин